Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, я в последнее время задаюсь очень многими вопросами, не буду вдаваться в подробности большинства из них, но один из вот этих самых вопросов это то, почему читеров разбанивают. В самом деле, вот мне этого абсолютно никогда не понять, почему допустим такие большие корпорации как Valve и прочее, если уж заметили читера, то там Вагбан и вот прочее, 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 а вот в Сэмпе за самые жесткие виды читов максимум 30 дней. Почему? То есть, неужели вы думаете, что за 30 дней человек, который еще там, я не знаю, вчера разносил людей какой-нибудь пиздарванкой, за 30 дней он такой подумает, хм, наверное, я поступал, ну, как-то, ну, максимально неправильно, надо бы, наверное, извиниться перед людьми, которым я мешал играть и, в принципе, все, да, то есть удалить читы и идти нормально играть на сервер, серьезно. Вот лично я считаю, что всегда нужно давать какой-то, вот, я не знаю, второй шанс для того, чтобы исправиться и многое другое, но если человек, блять, не понимает, если человек уже, сука, со второго раза не понял, то, наверное, нужно уже банить навсегда, потому что, ну, а почему нет-то, я не знаю, почему вот не банят? И вот у меня есть, наверное, только один ответ на этот вопрос, это, наверное, то вот как, даже, наверное, два ответа на этот вопрос. Первое, это, наверное, то, как вот изначально сложилось и никто не хочет вот этой традиции отменять, что вот, ну, просто вот на 30 дней банят максимум и все, и то есть не больше, не меньше, вот максимум 30 дней и вот все, на этом, наверное, все. И второе, это то, что, наверное, никто не хочет терять онлайн, пусть это читер, пусть это еще кто-то, но так или иначе, можно же, наверное, заработать на снятии варнов за деньги, не помню, возможно ли такая функция на Аризоне, но вот на Адвансе я точно помню, что можно снять варн за определенное количество денег, реальных денег. И думаю, что на этом можно заработать очень неплохие деньги, но в данном случае мы говорим про варн, про не особо такое жесткое нарушение, по типу там ДМ в ЗЗ или еще чего-либо, а вот бан, бан же за деньги снять нельзя, но при этом он дается всего лишь на каких-то несчастных 30 дней, на месяц, господи, за месяц, ну да, месяц это неплохое время для того, чтобы что-то сделать, за месяц можно вот просто из никого стать каким-нибудь там, я не знаю, мега популярным человеком, постигнуть. Объективный таргетинг, систему семьи, ой, ладно, я думаю, что вот эти все рофлы про наркомана Сансет, вернее, его вот эти вот, знаете, рофлы, возведенные в абсолют, ну, они уже не особо смешные, но серьезно, 30 дней, 30 дней, что, вот серьезно, читер, человек, который читерил просто 30 дней, серьезно, да он просто, блять, на время этих 30 дней создаст твинг, прокачает уже его, либо даже не будет прокачивать и просто так же будет разносить серьезно. Я считаю, тут нужны просто вот радикальный мир, бан по IP навсегда, если уж человек со второго раза не исправился, то да, то есть я могу понять, первый раз человек установил 4, решил попробовать, что это, как это, просто вот забанился и все, я понимаю, да, возможно, это можно понять. Ну да, там бан на, там, я не знаю, 30 дней, ну почему бы на первый раз, но второй раз, серьезно, почему читеров прощают, читеры, это же пиздец, они мешают нормальной игре, я просто не понимаю, возможно, потому что я натурал, возможно, еще что-то, но я не понимаю. Вот вы играете в какой-то соревновательной игре, где просто решает скилл, то, насколько хорошо ты умеешь играть, и какой смысл устанавливать читы, я просто не понимаю, возможно, потому что ты такой, типа, блять, другой человек, ну, по-любому установил читы, ну, не может он попадать, блять, 3 из 3, какого хуя, и ты просто такой тоже устанавливаешь читы, потому что, ну, а хули, ему можно, его не банят, а я что, я что, я чем-то хуже или как, я просто не понимаю. И поэтому вы тоже устанавливаете читы уже через несколько минут, начинаете разносить весь сервер при помощи вашей приватной, там, рампаги, при помощи, там, еще кого-то, вот, и просто вот начинаете все это делать. Зачем? Для чего? Я просто не понимаю. Вы играете в соревновательную игру, вам нужно максимально прокачать свой скилл так или иначе, а тут, ну, просто вот такое вот. Ну, зачем? Зачем это все делается? Я не понимаю. Да, разумеется, я сам играл с читами на адванс ролеплей, потому что для меня, чтобы вы понимали, игра на адванс ролеплей без читов, она не представляла какой-то особый интерес. Вот просто вот игра без читов на адвансе, это абсолютно скучное, неинтересное занятие. А вот с читами, с каким-нибудь там приватным АИМом, да с ВХ, да там на какой-нибудь государственной службе, будучи полицейским, вот это заебись. Вот это да, это абсолютно точно классно. А вот это вот, ну, бля, ну, в самом деле, ну, что вы такое говорите? Ну, это же абсолютное говно. Это же абсолютное говно для конченных дебилов, для конченных даунов. Я не знаю, я в самом деле, сука, не понимаю, я в самом деле не могу понять, какого хуя это так происходит. Почему? Почему читеров, вот, я несколько раз за этот ролик задавался этим вопросом, но почему читеров банят на такой маленький суд? Почему читеров, в принципе, прощают из раза в раз? Из раза в раз. И это можно отнести не только про читеров, почему прощают каких-то махинаторов с имуществом? Почему прощают каких-то людей, которые там, я не знаю, передали, продали аккаунты, многое такое. Хотя вот на эту тему нужно сделать, наверное, отдельный ролик. Почему перепродавать, отдавать и передавать аккаунт это что-то плохое? Почему это что-то, я не знаю, непонятно? Почему вот так? Потому что я до сих пор не понимаю, почему ты не можешь отдать свой аккаунт другу? Неужели это запрещено? Вот почему? Я всегда думал, почему запрещено передавать аккаунт другому человеку? Иди, твой аккаунт, это не какой-то аккаунт в социальной сети. Это не что-то вот, которое определяет твою личность. Нет, это игровой аккаунт на сервере. В чем проблема-то тогда, я не понимаю, отдать просто-напросто этот аккаунт и все. Но почему на многих серверах, да практически на всех, если не на всех серверах, запрещено передавать аккаунт? Я просто, для меня это было каким-то удивлением, каким-то шоком, что вот просто нельзя отдать аккаунт, нельзя подарить аккаунт какому-то своему, я не знаю, другу, какому-то своему, я не знаю, близкому человеку. Почему? Мне этого непонятно. Но больше всего мне непонятно, почему прощают читеров. Это, конечно, да. Это такая себе задумка, это такая себе система, что читеров, да и других людей, каких-то махинаторов с имуществом, банят всего на 30 дней. Это ж минимальный срок, на который только можно забанить. Это ж какое-то... Ну, это говно. Это откровенное говно. И я вот просто... Мне непонятно, почему оно всё вот так вот происходит. Однако, ну что ж я могу сказать на данный счёт, на данный повод. Вот, ладно. В общем, я думаю, что на этом можно закончить мой данный видеоролик касательно читеров на многих серверах. Вы знаете, я не буду какой-то пидорас говорить, что у меня просили колокольчики, что многие люди, они включают колокольчик, но забывают включить уведомления от Google Chrome, что вот вся вот эта вот штука, я не знаю, ребят. Я в самом деле не знаю. Однако, ладно. Блядь, я задел только что стойку от микрофона, надеюсь, это вам не было больно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал, не ставьте лайки или отписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.